В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В формате круглого стола. В городской думе обсудили прививочную кампанию Сарона. Хвост и столетом. В Саровском политехе провели благотворительную акцию по сбору помощи для приемника. Победителя определили по булитам. В хоккейный клуб Саров принял на своем льду соперника из ВАЧа. Далее расскажем обо всем подробно. Когда ждать третью волну коронавируса и поможет ли в борьбе с невакцинацией? Прививочную кампанию от COVID-19 обсудили медики и чиновники за круглым столом. Встречу инициировала Саровская фракция партии «Единая Россия». У участников была возможность задать все вопросы о вакцине, подготовке к уколу, последствиях и эффективности прививки и получить на них ответы из первых уст. На обсуждение пригласили также и журналистов. С начала года заболеваемость в нашем городе ощутимо снизилась. Третью ковидную волну специалисты ожидают в апреле. Поэтому сейчас перед медиками стоит задача привить максимальное количество саровчан. На круглом столе депутаты городской думы вместе с руководством клинической больницы номер 50 обсудили вопросы по вакцинации и огласили ее текущие результаты. Вакцинация идет полным ходом. Желающие привиться, к счастью, в нашем городе есть. Привиты уже на сегодняшний момент 1619 человек. Из них 143 привиты уже вторым компонентом. Второй компонент прививается через 21 день. Это обязательные условия вакцинации данной вакцины. Прививают пациентов препаратом гам-ковид-вак. Его особенность в том, что один флакон рассчитан на 5 человек. Хранится он при температуре минус 18 градусов. После того, как медики разморозили вакцину, у них есть 30 минут, чтобы ее ввести. Поэтому желающих сделать прививку записывают строго по телефону. Здесь касается особенностей введения этого препарата, что надо 5 человек, чтобы были 5 человек. Если человек будет записываться электронно, он будет записываться туда, куда ему удобно. Мы можем просто не набрать то количество нужных пятерок, которые будет. У пациентов, которые уже сделали прививку, осложнений не было. В первые дни могли возникнуть только гриппоподобные симптомы, которые сходили на нет через пару дней. Только в первой поликлинике каждый день на вакцинацию записываются от 80 до 100 человек. Не прививают несовершеннолетних, беременных, людей с острыми заболеваниями, а также тех, кто меньше полугода назад переболел ковидом. Из-за того, что пациенты до и после введения вакцины находятся под присмотром медиков, возможности прививать иногородних у специалистов нет. Вопрос также остро стоит в отношении военнослужащих. Минздрав России, как бы им хочет выделить где-то тысячу доз. Они их принять не могут. У них нет лицензии на вакцинацию. И ближайший их госпиталь находится 700 километров отсюда. Это Кирово. Поэтому здесь перед нами наверняка будет стоять еще одна задача – принять их вакцину и думать, как их вакцинировать еще. Врачи делают акцент на том, что в апреле третья волна ковида может совпасть с сезонной вспышкой гриппа. Наложение одного вируса на другой может привести к высокой смертности и тяжелым осложнениям. Поэтому важно вакцинироваться и делать это вовремя. Прививаться от двух вирусов одновременно нельзя. Разрыв должен быть не меньше месяца. С 1 февраля начал действовать закон о борьбе со распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Речь идет о площадках для общения в интернете, на которые ежедневно заходит более полумиллиона читателей. Жестко и тщательные проверки будут подвергаться страницы, которые многие пользователи посещают практически ежедневно. Контроль за контентом теперь должны вести сами владельцы соцсетей. Им придется самим выявлять и блокировать ложную или запрещенную информацию. К таковой, например, относятся любые материалы, связанные с расизмом, суицидом, экстремизмом или наркотиками. Не допускается к публикации, в которой содержатся оскорбительные или ложные сообщения об отдельных людях и организациях, а также мат. Свыше 68,5 миллиардов рублей дополнительно направят фонду социального страхования. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в первом квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Эта мера позволит поддержать сбалансированность фонда и не допустить задержку выплат для граждан. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Ростуризм предложил продлить программу туристического кэшбэка на туры внутри страны до 20 июня 2021 года. Представителям отрасли посоветовали создать тематические туры в рамках акции и включить предложения на 23 февраля и 8 марта, весенние каникулы и майские праздники. Также в акцию могут попасть туры выходного дня, снаторно-курортные программы и путешествия для школьников. При этом основные условия акции не изменятся. Тур должен длиться не менее двух ночей. Государство вернет 20% его стоимости – не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. В Нижегородской области стартует акселератор проектов. В этом году он пройдет в двух форматах – сессия онлайн-проектных школ и неделя личных консультаций проектов. Бонусом станет большой мастер-класс по проектированию в паблике «Молодежь Нижегородской области». Эксперты и молодежные тренеры проведут консультации и обучение проектному менеджменту, навыкам очной защиты, а также расскажут о формной кампании 2021 года и о том, как грамотно подать заявку на грантовый конкурс. Нижегородцев приглашают принять участие в соревновании «Рыболовная семья». Турнир пройдет 27 февраля в рамках 12-го международного фестиваля подледного лова «Чкаловская рыбалка-2021» на слиянии рек Волги и Санахты в районе города Чкаловска. В команде должно быть не более пяти человек, а возраст детей не должен превышать 14 лет. Заявки на участие принимают до 24 февраля по телефону 8 952 471 0692 или по электронной почте. В 90 тысяч рублей обошлось Саровчанке участие в секретной операции по разоблачению мошенников. Преступники уговорили женщину взять кредит в банке и в это время понаблюдать за сотрудниками. Ничего подозрительного она не заметила. Тогда неизвестные попросили перевести деньги, чтобы погасить кредит. Что она и сделала. Но деньги на счет не поступили. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. С 25 по 31 января сотрудники отдела ГИБДД составили 134 протокола об административных правонарушениях. Причины все те же. Больше всего штрафов 15 по традиции выписали за нарушение требований дорожных знаков и разметки. Шесть саровчан так и не научились, что переходить дорогу надо по зебре. За последнюю неделю января в городе произошло 10 ДТП с материальным ущербом. При этом гололед, который грозил превратить четверг в день жестянщика, как ни странно, обошелся без последствий. Начальник отдела ГИБДД Александр Косинков объяснил это тем, что автолюбители уже успели освоиться в зимних условиях. Автошины уже установлены практически у всех зимние, поэтому сконцентрируя свое внимание на повышенной опасности на дорогах, им и нам удалось избежать каких-то неблагоприятных последствий. Сейчас в центре внимания любители прокачают свое авто без согласования с госавтоинспекцией. Как показала практика, кроме чрезмерной тонировки саровчане идут и на более радикальные вмешательства. Установка газобалонного оборудования требует разрешения госавтоинспекции. Устанавливают диски разваренные, те, которые не предусмотрены технической характеристикой транспортного средства. Удлиняют рычаги передней подвески для того, чтобы колею, передние колеса увеличить. В Саровском отделе ГИБДД напоминают, что такие инициативы идут вразрез с законом. Если поймают, будут проблемы. Собирается административный материал, объяснение, фотографии, пишется рапорт, делается заключение о прекращении регистрации транспортного средства, направляется в управление госавтоинспекцией по региону, по Нижегородской области. В случае его утверждения она возвращается к нам, и уже сотрудники регистрационно-экземпционного подразделения аннулируют регистрацию. Операция «Безопасный автомобиль» продлится до 5 февраля. Всеобщий режим ношения масок в транспорте вводят в Соединенных Штатах. США по-прежнему лидируют по числу зараженных коронавирусом. Ковид-19 в стране заболело более 26 миллионов человек. На втором месте рейтинга «Индия». Там коронавирусом заразились свыше 10,5 миллионов жителей. Замыкает пятерку антилидеров Россия. С начала пандемии ковидом заболели около 3 миллионов 800 тысяч россиян. В Нижегородской области ослабили коронавирусные ограничения на спортивных мероприятиях. Разрешили заполнять трибуны на 20% от максимальной вместимости. Но при единовременном присутствии мероприятий не более 100 человек. Родителям несовершеннолетних спортсменов теперь можно проходить в раздевалке. За минувшие сутки коронавирус выявили у 17 648 россиян. Это минимальное значение с 28 октября, когда выявили 16 202 зараженных. В Нижегородской области ковид-19 заболели еще 468 человек. Саровскую статистику заболевших коронавирусом пополнили 10 горожан. Во время блокады Ленинграда кошки помогали людям избавляться от нашествия крыс. В память о домашних животных в северной столице установили несколько памятников. Студенты политеха оценили преданность пушистых питомцев и провели к однюю снятие блокады Ленинграда благотворительную акцию. Волонтеры объединения «Феникс» собрали необходимую помощь приемнику для безнадзорных животных. Карма, наполнитель, пеленки для щенков. Студенты Саровского политехнического техникума имени Музрукова уже собрали с полдюжины пакетов для пушистых обитателей приемника. Благотворительную акцию в поддержку безнадзорных животных участники волонтерского объединения «Феникс» решили приурочить ко дню снятия блокады Ленинграда. На это ребят и их куратор Евгению Пузыреву вдохновила история кота-блокадника Максима. Находясь на грани голодной смерти, он забрался в клетку и калачиком свернулся вокруг некогда заклятого врага, попугая Жака, пытаясь передать ему частичку своего угасающего тепла. Он прошел всю блокаду вместе со своими хозяевами, они ему сохранили жизнь. Это вообще большое достижение в таких страшных условиях, в которых они были. Вот, и он прожил 20 лет и, в общем-то, умер от старости в любящей семье. На призыв помочь животным из городского приемника откликнулись десятки студентов Саровского политеха. Одни несли корм, другие приобрели средства по уходу за питомцами. Кто-то помог закупить медицинские препараты, без которых тоже не обойтись, когда собаку или кошку берут с улицы. Все они люди с активной жизненной позиции, как, например, Артем Шевков. Ёноши не только регулярно участвуют в благотворительных акциях, которые проходят в СПТ, но и трудятся помощником депутата, помогая решать проблемы жителей округа. И сейчас тоже решил не оставаться в стороне. Я узнал об этой акции именно в техникуме. Сейчас достаточно много бездомных животных. Я считаю, что приюту должны также выделяться деньги на все эти карманы. Но, естественно, всего этого не хватает. Поэтому люди своими силами должны именно помогать приюту. И это все делается от души, все за свой счет. Как и любое другое начинание, благотворительная акция «Хвост пистолетом» требовала серьезной подготовительной работы. Первым делом надо было донести информацию до максимально широкой аудитории. Все просто. Чем больше студентов, преподавателей и их близких узнает о том, что идет сбор, тем увесистей будут посылки, которые получит приемник. Судя по тому, сколько пакетов увидела наша съемочная группа, ребята отлично справились с заданием. Я ходила по классам, рассказывала учащимся про эту акцию. Также мы публикуем записи в интернете, в социальных сетях различных. Везде все рассказываем. Так как акция уже проходила до этого много раз, и все студенты были знакомы с ней, и было нетрудно объяснять. Сбор, который организовали в волонтерском объединении «Феникс» Саровского политеха, завершился в конце минувшей недели. Со дня на день подарки отправят в приемник для безнадзорных животных. Ничья в основное время. Победители матча определили по булитам. В минувшие выходные саровчане приняли на своем льду команду «Спарта» из «Вачи». Игра выдалась напряженной. На каждую забитую шайбу соперники отвечали голом. По окончании третьего периода счет на табло был 3-3. И только серия булитов позволила определить сильнейшую команду этого матча. Спорные моменты удаления и сломанные клюшки. Атмосфера на ледовой арене в эту субботу была напряженной. Соперники не отдавали друг другу преимуществ на протяжении всех трех периодов. Счет открыл хоккейный клуб «Саров». Андрей Калашников отправил шайбу в ворота соперника на 10-й минуте игры. Уже на 11-й минуте хоккейный клуб «Спарта» сравнял счет. Первый период завершился ничьей 1-1. Второй период закончился со счетом 3-3. Победитель не определился и к концу основного времени. Соперник хороший, мы с ним не первый раз играем. Всегда игры очень напряженные получаются. Достойно играли. Я еще раз повторюсь, могли они выиграть в основное время, могли мы выиграть в основное время. Но мы сейчас получается 7 игр сыграли, вот эта седьмая игра была. Одну игру проиграли. Ну и вот здесь очки потеряли. Дополнительное время также не изменило ситуацию. Судьбу матча решила серия буллитов. Здесь забил победный гол и вырвал победу у Сарова Валерий Жуков. Счет буллитной серии 2-3. Начали не очень хорошо, ну развалочку. Потом собрались, добавили в движение. Неплохая игра, там очень приличная команда. Ну в конце буллита это лотерея. Не хватило мастерства. В целом неплохо. Особых претензий так нет никому. Молодцы, пацаны старались. Несмотря на поражение, первая домашняя игра нашей команды в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею принесла первое долгожданное очко в турнирной таблице. Впервые за долгое время хоккеистов могли поддержать зрители на трибунах. Согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, посидеть это мероприятие могло не более 100 человек. Настроение крутое. Игра сложная, довольно сложная. Соперники тоже непростые. Наши победят и наши крутые. Игра впечатляет, конечно. И соперник серьезный. В АЧИ там, можно сказать, сборная область играет, ребята. Они, конечно, более серьезные соперники. Но наши тоже не сдаются. Молодцы. Следующая игра пройдет 6 февраля. Хоккейный клуб «Саров» встретится на своем льду с хоккейным клубом «Кстово» в 13.00. Продажи билетов стартуют 2 февраля на платформе «Умный Саров». Если не все билеты будут проданы онлайн, то их можно будет приобрести в кассе в день матча с 12 до 13.00. Канал «16» традиционно будет транслировать встречу в прямом эфире. Игру можно будет увидеть в наших социальных сетях, официальном канале в YouTube и на телеканале «Саров-24». И это все, чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова